Члены общественной организации СтопХам помирились с агрессивным водителем в суде. Мировой суд Центрального района удовлетворил прошение сторон о прекращении производства по уголовному делу. Девушка, которую мужчина ударил по лицу, отказалась от обвинений. В свою очередь водитель не стал предъявлять претензии к ее товарищу, который вступился за пострадавшую и побил шофера. Подробности этой драки в сюжете. В зале суда 23-летний Кирилл Гневышев и 44-летний Дмитрий Новожилов с недовольством глядя друг на друга. Дмитрий Новожилов, водитель Toyota RAV4, обвинял активиста СтопХама в том, что он его избил. Парень же утверждает, что заступился за свою подругу из общественной организации. Вот и она. На суд девушка немного припозднилась. Майя Лизагуб, в свою очередь, обвиняла Новожилова в том, что мужчина применил к ней физическую силу. Напомним, в августе этого года участники общественного движения СтопХам остановили Toyota RAV4 на тротуаре. Но мужчина отреагировал агрессивно. На съемке видно, в гневе водитель выходит из машины с бейсбольной битой в руках и прогоняет нескольких активистов. В это время его жена пересела за руль авто и стала таранить преградивших путь девушек. Отойди! Отойдите! Но молодые люди просто так отступать не собирались. В итоге владелец иномарки силой ударил одну из девушек по лицу. Товарищи вступились за подругу. Полиции Дмитрий Новожилов заявил, что общественники вымогали у него 200 тысяч, а взамен обещали не писать заявление. А позже он опубликовал видео на ютубе, где утверждал, что его провоцировали. Есть такая группа, называемая СтопХам, которая попыталась препятствовать моему движению при выезде из отца двора. И тем самым спровоцировав меня на дальнейшие грубые действия. Мой адрес и их адрес. В ходе судебного разбирательства стороны решили помириться. Пострадавшая Майя Лизагуб отказалась от своих обвинений в отношении водителя. А тот, в свою очередь, отказался от обвинений в отношении активиста СтопХам Гневышева. Суд удовлетворил прошение сторон о прекращении производства по уголовным делам.